На своем канале я много внимания уделяю вопросам безопасности движения, потому что мы можем много говорить о красивом благоустройстве, о влечении жителей, но если ваш город убивает своих жителей, то, значит, что-то идет не так, и о каком-то комфорте говорить немного преждевременно. То есть, в первую очередь, наши улицы должны быть безопасными. И для того, чтобы это случилось, нужно проделать довольно большой путь. И в плане администрирования, в плане проектирования, в плане дизайна и много всего прочего. И сегодня ролик будет как раз об этом. Потому что, если вы следите за моим телеграм-каналом, там я время от времени публикую новости из Южно-Сахалинска, где за последний год достигли просто небывалых высот в области как раз безопасности, если сравнивать город с другими местами в России. Сами посудите. Там массово делают островки безопасности, там массово сужают полосы движения, там не забывают делать велоинфраструктуру и даже, о боже, дублируют надземные пешеходные переходы по земле. То есть, вау, радикально, но это работает. И сегодня мы поговорим с одним из авторов всего этого добра, Василием Вишневским. Это руководитель Центра компетенции в Южно-Сахалинске. Я его спрошу, как они к этому пришли, как они согласовывают все это с местными гаишниками и много всего другого. Усаживаемся поудобнее. Сегодня мы говорим про безопасные улицы. И да, не забудьте подписаться и поставить лайк. Это очень-очень важно. Василий, судя по новостям, вы сейчас активно делаете островки безопасности, с велоинфраструктурой работаете. Но для тех, кто не следит, можешь примерно описать, что вы успели сделать в Южно-Сахалинске за год? Ну, в Южно-Сахалинске мы запустили в первую очередь комплексную программу по обеспечению безопасности дорожного движения «Добрая улица», которая в себя включает порядка 25 мероприятий, направленных на комплексное системное изменение города, направленное на безопасность и комфорт горожан. И уже в рамках этой программы мы занимаемся обеспечением безопасности, развитием микромобильности и созданием условий для формирования устойчивой мобильности в городе. Правильно я понимаю, что это даже шире, чем в Южно-Сахалинске. Это, получается, программа, которая охватывает перемещение людей, чтобы они пересаживались из машин на более эффективные виды транспорта, и плюс на это еще накладывается безопасность. Да, я просто изучил весь опыт по Vision Zero во многих штатах и странах, посмотрел, как у них вся история работает, и выявил их слабые стороны именно в принятии системности. То есть, когда ты просто приходишь по какому-то конкретному вопросу, там, про безопасность, она всегда такая вот мультидисциплинарная история, и всегда имеет мультипликативный эффект в разных направлениях. И если ты хочешь, например, обеспечивать безопасность, например, велосипедистов, необходимо развивать велосипединфраструктуру. Но само развитие велосипединфраструктуры не связано с безопасностью. То есть, это именно создание комфортной городской среды, это создание условий по универсальному дизайну, в том числе, то есть, должны быть нормальные понижения нулевые, должны быть спуски плавные. То есть, это еще влияет на движение всех остальных движений. То есть, в основном, создавая условия для велосипедистов, ты улучшаешь жизнь для пешеходов и маломобильных граждан. Вот смотри, давай я буду называть вещи, которые обычно происходят в России, ты будешь говорить, как это происходит в Южно-Сахалинске. Давай. Пешеходные переходы. Много заборов, яркие знаки. И, как правило, отсутствие светофоров, даже если это многополосная дорога. Как у вас с этим дела в Южно-Сахалинске? Ну, вот в Южно-Сахалинске мы сейчас постараемся возвращать ранее убранные пешеходные переходы. В этом плане мне, с одной стороны, помогает и системная работа, и, в общем, понимание международных стандартов и нормативов, которые говорят о том, что если вот есть в застроенной территории пешеходный переход, вернее, есть перекрестки на застроенной территории, то они со всех сторон должны быть обеспечены пешеходными переходами. Это та история, которая в России практически нигде не соблюдается, а во многих городах России поголовно устраняется, мотивируя тем, что необходимо повышать пропускную способность и так далее. Но есть стандарты, вот САРЭС выпустил в феврале новое руководство, которое говорит о том, что пешеходный переход на каждом перекрестке на 9% повышает безопасность. И, соответственно, мы вот сейчас к этой истории переходим. С заборами мы боремся, кустарниками, озеленением. И сейчас вот в Южесхолнинске в этом году запускаем программу по, ее так назвал бы, дебетонизации. То есть, условно говоря, мы убираем бетон, асфальт и плитку на тех перекрестках, где стоят заборы, и интегрируем туда озеленение. Не очень понятно. То есть был широкий тротуар, он будет хуже? Нет, имеется в виду на радиусах, на перекрестках. Для того, чтобы перекрестки сделать более дружелюбными и приятными, мы убираем с них заборы. Именно вот этих на закруглениях есть места, где люди не ходят. Мы это видим зимой активно, что даже по прямой траектории люди все равно не проходят. Они немножко дугу делают. И вот в рамках этой дуги мы будем делать озеленение. Вы пошли по пути временных решений пока что. То есть островки безопасности монтируются у вас очень быстро. Или сужение проезжей части в зоне перехода тоже временная история. Ведь в Южно-Скалинске очень большой бюджет. Почему это сразу не делать капитально? Ну, бюджет, наверное, сугубо условный, потому что очень много делегировано полномочий субъекта на уровень города. Поэтому деньги просто перетекают по полномочиям. Поэтому в целом формирование бюджета большое. Но именно в области дорожного развития, я бы не сказал, что и в области благоустройства точно небольшие бюджеты. Здесь, скорее всего, нужно сравнивать статью по благоустройству. Что касается оперативных решений, они в большей степени возникают в рамках работы с убеждениями, что это работать не будет. То есть островки безопасности снесут зимой. Столбики, там нет денег на бордюры. Вернее, скажем, даже нет. Другая проблема. Когда ты сделал ремонт улицы, там он еще в пятилетний границейный период не прошел. Соответственно, капитально ты что-то менять не можешь. В темноте нет оснований. Поэтому мы применяем вот эти оперативные решения. Да, столкнулись с определенной проблемой, что столбики зимой практически невозможно эксплуатировать. Да, из-за снега, грязи и так далее. Мы в этом году запустили историю с модульными бордюрами, которые будут у нас сейчас заполняться озеленением, декоративной галькой, чтобы уже в зиму их оставить. И, соответственно, когда приходит уже капитальный ремонт на эту улицу, будет уже капитально все это изменяться. У нас такая практика в городе уже была. То есть когда мы треугольникой видимости внесли изменения в действующий проект, в котором они были не предусмотрены, мы их предусмотрели на Компроспекте. Все, что вы делаете, это соответствует нашим ГОСТам? Конечно, вот сам как юрист понимаю важность, необходимость соблюдения действующего законодательства в этом вопросе, потому что очень много контролирующих органов, структур и, в первую очередь, населения, которые почему-то нормативы знают лучше, чем ты, и начинают с тобой спорить и переубеждать, и, соответственно, заваливать жалобы. Условно говоря, 20% нашего времени рабочего тратится на интеграторство, на разработку, на внедрение, созидание, и вот 80% на опросы, допросы, разъяснения, пояснения, какие-то там встречи с проверяющим органом прокуратуру и так далее. И в этом плане, надеюсь, эта история изменится благодаря просвещению населения, что, ребята, все, что мы делаем, делаем по ГОСТу, делаем по закону, на благо здоровья юдовских граждан. А есть мнение, что ГОСТу вообще следует отменить, чтобы заказчик и разработчик дизайна улиц как раз снесли ответственность, чтобы не было ситуации, что мы сделали все по ГОСТу, а то, что там продолжают гибнуть люди, это уже не наша проблема, это просто с людьми не повезло. Как ты относишься, в принципе, к институту ГОСТов, насколько они у нас современные или отсталые, и что нам с этим совсем делать? Ну вот, учитывая то, что страна в целом сейчас стоит на пороге глобальных изменений по применению международного опыта, то есть сейчас у нас активно переписалось СП градостроительства, СП благоустройства, интегрировало новые элементы по биодренажу и озеленению, у нас внедряются новые ГОСТы по пешеходной безопасности, по кольцевым пересечениям. Я, в принципе, считаю, что они соответствуют, в целом соответствуют веянию международных стандартов по ширине полос, по ограничению скорости, просто этим нужно правильно апеллировать и использовать. Вот в целом в зарубежных странах ГОСТы не являются обязательными, да, то есть, но зато есть ответственность проектировщиков за смерть людей на дорогах, это значит, что ты применял некорректные решения. Вот даже в Минске внедрили этот принцип, насколько я помню. Ну вот эта правильная история, мне кажется, что это неизбежность, потому что даже вот те проектировщики, которые сейчас проектируют, да, ссылаясь на ГОСТы, они апеллируют тому, что они некоторые не являются обязательными, поэтому их можно не применять. И здесь, скорее всего, работать нужно не с проектировщиками, а с заказчиками, чтобы сформировать такой универсальный российский пример безопасного ТЗ на улицу. Или там ТЗ на безопасную улицу, которая приписает все методические рекомендации, все конкретные пункты, которые проектировщик должен соблюдать, потому что именно в ТЗ этот документ становится для него обязательным. И ты не сможешь съехать. Ну этот ГОС там я решил не проектировать. И, к сожалению, всегда проектировщики, даже с 30-летним опытом работы, они ответственность за смерть трагедии, травмы переносят на пострадавших. И это не вина ГИБДД, не вина чиновников, это, к сожалению, идет от проектировщиков. Они должны объяснять заказчикам, муниципалитетам, что надо делать именно так, это будет безопаснее. В своих текстах и презентациях ты несколько раз вспоминал, что вы в городе ввели аудит на адекватность, что проекты, которые создаются даже не вами, а сторонними, как я понимаю, департаментами, вы берете и проверяете на соответствие ГОСТов и каким-то элементарным, я так понимаю, принципам проектирования. Можешь чуть подробнее про это рассказать? Ну, вот на самом деле есть те проектировщики, которые делают по ГОСТу. На самом деле как это происходит? Ты выходишь на построенную улицу и смотришь, что с ней что-то не так. Ты вызываешь строителей, он говорит, слушай, да я построил улицу по проекту, у меня какие-то вопросы. Вызываешь проектировщика, я построил все по ГОСТу, у меня есть госэкспертиза, все нормально. Но, как показала практика, госэкспертиза не смотрит решения проектные с точки зрения их адекватного использования в реальности по итогу строительства. И вот, зная и понимая, какие бывают типовые ошибки по размещению стоек, знаков, понижению бордюров, закруглению бордюров, формируется в итоге целый набор, пакет таких казусов, которые мешают людям пользоваться городской средой. То есть, никого не интересует уклон асфальта или его пирог, все видят и трогают ту улицу, по которой они ходят. И вот наша задача выявлять вот эти вещи, которые мешают комфорту, мешают нормальной, скажем, хождению по улице, в том числе передвижению для маломобильных граждан. Потому что вот я для того, чтобы обосновать необходимость возвращения пешеходного перехода там для и маломобильных граждан, да, и нормальные понижения, мы вот делали эксперимент с колясочниками, да, я тоже на коляске ездил, смотрел, как это на самом деле по тротуарам города перемещаться. И обращаешь внимание на то, что вот эти продольные, поперечные уклоны, которые делаются на тротуарах, все строители просто делают по нормативам. Он, например, там уклон 0,2 промилле, поперечный уклон. Но это приводит к тому, что тебе, как на коляске, приходится всегда рыбать только одной рукой, потому что тебя всегда утягивают в сторону дороги. Если делать 0,1, например, да, промилле, то есть более плавный уклон, вода все равно будет с тротуара уходить, но колясочникам будет удобнее и более комфортнее передвигаться. И вот это называется адекватность, то есть когда ты делаешь более приятные нормы. Вот, например, есть и замечал по городам уклоны перед пешеходными переходами, они бывают такие очень крутыми. По нормативам делается 0,5 промилле, да, мы у себя в Южно-Калинске делаем 0,25. То есть более плавные спуски, более плавные понижения для того, чтобы маломобильным и колясочникам было удобнее перемещаться. То есть наши нормативы это позволяют в целом? Это да, это позволяет. А, Вилкром. Понятно. А можешь еще какие-то примеры привести? Вот, например, там, не знаю, частая проблема для российских городов, ты идешь по тротуару, посередине столб. Это адекватно или неадекватно? Ну, к сожалению, иногда это просто является неизбежностью. Есть просто в нормативах требования, чтобы была зона минимум полтора метра, да, для того, чтобы колясочник проходил. Мы вот стараемся делать ее минимум 2,25, опять-таки с точки зрения адекватности. Да, мы сейчас все стойки знаков выносим за пределы тротуара, и это все идет для того, чтобы механизированная уборка была зимой. То есть техника минимум 2 метра до 2,20, и чтобы она проходила, у нее не должен быть преград. То есть здесь адекватность именно для этой части. По нормативам, да, все хорошо, полтора метра остается, но техника проехать не может. И здесь еще вот, кстати, в новом госте, который будет по пешеходной безопасности, там четко прописывается, что должна быть свободная зона 2,25 тротуара. То есть свободная от заборов, от стоек и так далее. То есть должна быть нормальная, комфортная история. Вот, кстати, мне забавно, когда проектируют улицу, сначала проектируют полосу движения, краевую полосу, и что остается пешеходникам. У нас есть методические рекомендации к своду правил, где написано приоритетность. Пешеходы, общественный транспорт, велосипеды, автомобили. И, соответственно, мы сначала должны сделать тротуары по нормативам, чтобы были все отступы. Хватает места для двух полос, но окей, мы смотрим по интенсивному движению, делаем две полосы. Если нет, ну, значит, тут будет полоса движения общественного транспорта. То есть вот эти приоритеты, они уже прописаны в нормативах. Уже есть эти все методические рекомендации, их нужно просто брать и использовать. То есть у нас в стране легализована пирамида приоритетности в городе. Но что-то идет не так. Но очень часто что-то идет не так. И вообще многие говорят, что у нас такое количество нормативов, и они так часто меняются, что в целом ты просто не успеваешь отслеживать все это. И поэтому все пользуются только тем, что помнят. И поэтому уже очень часто оперируют нормативами 80-х годов, например, или позапрошлой редакцией какой-то. Как вообще держать руку на пульсе, и кто должен рассказывать проектировщикам, ГАИшникам и всем другим о том, что что-то поменялось. Но вот сейчас мы как раз запускаем историю в рамках Доброй улицы. Это городские среды для населения. Мы просвещаем их о том, что вообще в городе происходит и почему происходит именно так. То есть мы в большей степени не рассказываем людям о нормативах. Мы им объясняем, что мы сделали вот так, потому что. И тогда людям конкретно на конкретных примерах уже становится понятнее, что происходит в городе. То есть это не какая-то отсебятина там наша, да, это не какая-то там глупость чиновников, это системный подход. Для ГИБДД мы проводим рабочие группы, на которых разбираем изменения в законодательстве. И самое главное, разбираем те позиции, по которым город планирует работать. То есть что мы планируем делать? Выделенки, велосипедные полосы, островки безопасности, где и как. То есть объясняем им, почему мы выбираем именно эти места. То есть мы анализируем аварийность в городе, создали специальный агрегатор по автоматической аналитике ДТП, который позволяет и нам, и ГИБДД быстрее принимать решения по оперативным каким-то таким изменениям в городе. Вот. И для чиновников мы, соответственно, тоже проводим проект на семинарах, где объясняем, что надо делать и как. И для того, чтобы облегчить жизнь чиновникам с точки зрения там их муниципального заказчика, мы формируем вот это вот идеальное техническое задание, чтобы у них не болела голова, а что нужно требовать от проектировщиков. И потом, соответственно, мы уже работаем с муниципалитетом и помогаем проектировщику гораздо быстрее сдать проект, потому что помогаем ему указанием на конкретные ошибки и недостатки при проектировании улиц. Свои проекты вы анализируете на адекватность или это делает кто-то другой? Ну вот мы, как правило, выполняем именно концептуальную историю, да, при разработке каких-то ремонтов улиц. Делаем концепции с учетом, во-первых, мирового опыта, с привлечением сторонних экспертов, в том числе зарубежных, для того, чтобы они так хотя бы там одним глазом посмотрели на адекватность наших решений. То есть мы стараемся делать, скажем, такие более современные улицы с учетом международного опыта и с учетом тех изменений, которые формируются в мире. Вот, например, мы сейчас стараемся вводить кольцевые пересечения уже с учетом тех изменений, которые происходят на уровне международном. Потому что, как правило, наши нормативы, они на 10-15 лет отстают, пока их переведут, пока их примят, пока они там начнут исприменяться. Вот, здесь важна такая вот... То есть мы, скажем так, мы уже знаем, к чему наша страна придет через 5 лет. И это стараемся уже внедрять. Да, поэтому где-то мы там на опережение работаем. Вопрос про ГИБДД. Я его задаю очень часто. Нужна эта структура или не нужна? Ты в своих материалах писал, что с ними нужно дружить и договариваться. Но при этом, если мы посмотрим новости, то вот одни из последних были про то, что ГИБДД выступило против выделенных полос для общественного транспорта, ГИБДД против столбиков и безопасных пешеходных переходов. Нет ли здесь противоречия, на твой взгляд? Противоречия тут нет. В большей степени мы наглядно показываем всю ту работу, которая делается для того, чтобы получилась системная работа. То есть мы явно наглядно выявляем проблематику, которая привлекает людей к вниманию к самой проблеме. То есть если мы просто придем и будем делать, люди не поймут, что же поменялось, что было не так, почему раньше этого не делали. Потому что были определенные недопонимания и какие-то недоработки по вопросу. Если, вот у меня просто такая жизненная своя позиция, если тебе что-то не разрешили сделать, что-то тебе не согласовали, то виноват в этом только ты. Значит, ты недостаточно был убедительным, недостаточно аргументированно ввел свою дискуссию и работу. Поэтому в этом направлении, да, есть где-то человеческие факторы, где-то есть именно по нормативному аспекту взаимоотношения. Но тем не менее, именно благодаря работе с ГИБДД на рабочих семинарах, на рабочих группах мы нашли общий язык. И на текущий момент все те проекты, которые мы с ними прорабатывали, проговаривали, они нам одобрены и согласованы. То есть мы будем внедрять выдвинки, мы будем делать велодорожки, столбики будем устанавливать и также мы внедряем модульные бордюры. То есть здесь вопрос диалога. А что насчет ГИБДД? Потому что есть мнение, что это ненужная организация и что ее пора расформировать. То есть у вас не будет вот лишних этих шагов, и вы сможете быстрее ведь все это реализовывать. Какое твое мнение насчет этого? Я слышал, да, вот эти частые призывы к тому, что нужно ГИБДД закрыть, ликвидировать. Я, честно говоря, не сторонник этой истории по одной простой причине. Вот мы выполняем ту же самую функцию для проектировщиков и для муниципальных заказчиков, как и они для в целом, для города. Потому что вот это проектирование дорожной инфраструктуры, оно настолько сложное и многогранное, что очень легко не совершить ошибку, а допустить ее. То есть что-то недосмотрел, что-то упустил. Они являются этой структурой, которая все-таки финализирует, скажем, конечный результат. И без этой истории так быть, конечно, не должно быть. А где ты берешь специалистов? Потому что, насколько я знаю, наши даже самые ведущие университеты очень часто ведут свою просветительскую деятельность на основе учебников второй половины прошлого века и про современные какие-то стандарты вообще не в курсе. То есть студенты, они либо сами как-то развиваются, либо просто делают типовые шулицы. То есть улицы совмещают с шоссе. Я так понимаю, что у вас такой подход неприемлем, и нужны более современные знания. Так где вы их берете? Ну, на самом деле, я понимаю проблематику. Я читал несколько учебных пособий по организации дорогодвижения, которые применяются за Уралом, до Урала, на Урале. И я вижу, что фундаментально преподается устаревшая парадигма к развитию общественных пространств, к развитию транспорта. И вот здесь я просто наблюдал за теми людьми, которые учились либо выпустились, и как они себя ведут в открытом пространстве, насколько они свою позицию изъявляют, излагают и так далее. Так же, как и я, на самом деле, как меня пригласили на эту должность. Насколько человек открыт к новым знаниям и их применению. И вот здесь мы просто нашли двух специалистов по организации дорогодвижения, и в том числе мы пригласили их к себе. И вот постепенно я нацелен на то, чтобы их нужно тоже развивать, взаимодействовать с зарубежными проектировщиками. Мы это взаимодействие организовали для того, чтобы они на практике общались с людьми, которые проектируют безопасные улицы в других странах. И это помогает им развиваться. Я надеюсь, что именно вот эта сильная сторона нашей организации позволяет делать проекты оперативно и более-менее грамотно. А сколько всего у вас штат? Штат сейчас у нас семь человек. Из них два транспортных инженера и я. То есть, по сути, три человека, которые занимаются всем городом. Они как-то разрываются? Ты их клонировал? Или вот как вы все успеваете? Ну вот здесь, наверное, одна самых главных проблем в том, что очень хочется внутренне, психологически сделать все быстро здесь и сейчас. Но из-за человеческих факторов, из-за временных пробелов, да и вообще общей суеты, это, конечно, затягивается на годы-два. Поэтому на самом деле надо четко... Себе уже, сам себе уже убедил, что если ты хочешь изменить город к лучшему, ты должен четко видеть, каким ты его хочешь видеть через 15 лет. То есть, примерно этот период для городов занимает процесс эволюции. От города, которого не знают и не приводят в пример, как городу, которым становится эталонным, и которым говорят, вот так надо делать. И вот мы стараемся у себя сейчас в городе внедрять все эти решения, которые позволят комплексно, по разным аспектам, выйти на более качественный уровень. Потому что нас сравнивают не только там с европейскими городами, в первую очередь с азиатскими, потому что мы ближе к Азии, и у нас есть Япония, которая просто лидер по формированию города с комфортной средой с точки зрения так называемого принципа интерьера. И Сингапур, Китай, Сеул, то есть Корея, которые приводятся в пример с точки зрения такого развития по общественному транспорту и по комфортной среде. Как долго ты вообще этим занимаешься и как ты пришел в эту сферу? Можешь рассказать чуть подробнее? Ну, на протяжении последних трех лет я занимался, ну, перед тем, как прийти в центр, занимался вопросами оценки качества городской среды. Можно сказать, был городским урбанистом, активистом, который указывал на недостатки в городе и не просто критиковал, а выступал с конкретным предложением, что вот в этом месте можно было сделать вот так, здесь можно было бы сделать озеленение, клумбы или мини-скверик, здесь можно было бы сделать фонтан. И это все привело к тому, что набралось определенный набор идей и решений, которые с каждым годом, с каждым разом становились более масштабными. И к этой проблематике я еще подключил анализ, вот опять-таки, адекватности и нормативности. То есть я говорю о том, что много было нарушено нормативов при строительстве той или иной улицы. И это привело к тому, что в один момент мэр меня пригласил к себе на совещание и сказал, что вот есть такая идея создать такой центр в городе, который бы способствовал изменению города, его улучшению, как он должен работать, что должно происходить, якобы не знаю, давай будем обсуждать. В итоге появился Центр развития городской среды. И мы выстраиваем свою работу по такому же принципу. То есть не критиковать, в том числе власть, а предлагать конкретные решения. И даже сейчас в рамках доброй улицы, безопасности, движения мы начали именно с этого аспекта. Да, можно заниматься украшательством в городе очень много, но важно сделать так, чтобы не было трагедии и травм на дорогах. Чтобы город не убивал, видимо. Да, чтобы город не умирал. И, соответственно, мы сделали анализ аварийности за последние 5 лет, показали проблематику, какие есть проблемы в городе, и вышли с конкретными предложениями по устранению этих недостатков. И именно это способствовало принятию комплексных решений, пониманию общей проблематики и вовлеченности различных департаментов в те вопросы, которые связаны с комфортной городской средой. А потом дальше уже мы подключали озеленение, освещение, развитие велосипедного строя, развитие общественного транспорта, потому что каждый вопрос мы всегда анализируем, глубоко уходим в прошлое, в ретроспективу, понимаем, как работало раньше, какие сейчас есть плюсы и минусы, отрабатываем с каждым департаментом отдельно на проектных семинарах, какие видят проблемы они, для того, чтобы все это синхронизировать с нашим пониманием. И уже потом выходим на мэра с конкретными предложениями. Выявлено вот это, вот это, предлагаем вот так, вот так. И это все гораздо быстрее становится при реализации. Поэтому мы за год успеваем очень много сделать. Убедить чиновников и политиков – это, я так понимаю, одна работа. А что насчет жителей? Потому что, ну, не секрет, что когда ты начинаешь что-либо делать с улицами, если это не касается расширения полос и расширения парковок, то сразу приходят очень злые люди, говорят, что ты нарушаешь их автомобильные права и что вообще у нас климат не тот, менталитет не тот, и вообще у нас город не для пешеходов, а город 21 век, он должен быть для машин. Как вы с этим боретесь? С этим, наверное, бороться не надо. Это нужно, с одной стороны, принять и с этим работать. А работаем мы с этим с помощью вовлечения горожан в вопросы, связанные с безопасностью и комфортностью. Мы создали специальную платформу, по которой собирали мнения горожан по пешеходным переходам, по понижениям, по освещению, где люди высказывали, именно, скажем, ранжировали историю по проблемным местам. Да, мы все это сами знали. Мы сами знали, где у нас нет понижения. У нас в городе порядка полутора тысяч понижений необходимо сделать в ноль. Это несколько сотен миллионов рублей. Но где их делать в первую очередь, помогает население. И, соответственно, вот так по каждому моменту, по пешеходным переходам, по длительной фазе. То есть люди, например, говорят, здесь мы ждем там две минуты, зеленый сигнал. Мы их переводим в режим 3 на 40. То есть если никого больше 40 секунд нет, светофор включается сразу же. Но 40 секунд – это является предельным периодом рождания для вызовных светофоров у нас в городе. И это все было сделано благодаря населению. То есть мы эти пешеходные переходы делаем в первую очередь. И, соответственно, общая проблематика, она понятна. И выявлена была и при анализе программ Vision Zero в других странах и городах, в том числе в Америке. И мы понимаем, что везде люди реагируют одинаково на сужение полос, на появление новых пешеходных переходов. И здесь, к сожалению, да, мы начинали с того, что только 10% населения поддерживает наши идеи, наши решения. И здесь главное вот этот момент перетерпеть, переждать, пережить. Потому что вот через год мы уже получаем где-то 50 на 50. Да, уже сторонники понимают, что то, что делается, делается правильно, становится удобнее всем причем. Не только пешеходам, но и автомобилям. То есть обзорность улучшается, задержки снижаются. И это такой процесс эволюции, эволюции принятия решений, эволюции принятия решений. То есть это и чиновники эволюционируют, мы эволюционируем город и само население. Но тебе не страшно ходить по городу, не узнают в лицо еще? Ну, пока, пока да. Пока не страшно. Может, после ролика все немного изменится. Ну да, нет, на самом деле, как бы, да, я обращал внимание, что когда новости публикуются, многие пишут, теперь я вижу, теперь я знаю, как он выглядит. Местная звезда, можно сказать. Ну, не знаю, там звезда или нет, но второй ругаемый человек в городе – это факт. Что насчет выгорания? Потому что ты вроде как делаешь добро, но с другой стороны, когда прочитаешь все эти комментарии и новости, хочется просто взять и убежать. Ну, это такой сложный вопрос, на самом деле, психологически сложный, потому что на самом деле реально хочется уволиться каждый день, потому что очень большое давление. И на фоне того, что ты понимаешь, что можно это было бы делать гораздо быстрее, гораздо оперативнее или более комплексно, но вот есть вот эта история, которая, к сожалению, пока такая тянущаяся, что ли, долгопринимаемая. А на фоне постоянной критики тяжело, конечно. А как ты с этим борешься? И это не только, наверное, история твоя, потому что, в принципе, в наших городах много людей, которые пытаются что-то изменить, идут против горы мелкими шажками, но делают жизнь лучше. И это частая проблема, которую я слышу, что люди просто выгорают, они не понимают, зачем они вообще пытаются это делать, что можно сидеть на попе ровно, дождаться пенсии и спокойно уйти. Ну вот да, я тоже обращал мне внимание на то, что, как правило, у людей, принимающих решения, вот почему наши города не меняются? Вот они меняются именно по той простой причине. Можно было просто прийти и получать зарплату, да? Вот, например, моя зарплата не зависит от того, сколько островков появится, сколько столбиков воткнется, насколько полус сужится, да, в городе. Но те действия, они вызывают огромное количество негатива. То есть, по сути дела, можно было спокойно взять вот так вот, да не буду этим заниматься, вот, что скажут мне делать, то я буду делать, там, и все. Вот, но я четко понимаю и для себя уяснил, что если мы этого делать не будем, город не изменится. Можно, да, плыть против, плыть по течению, да, но город не изменится, можно выбрать другое место для жизни. Вот, но я пока сторонник той истории, что нужно сделать, изменить мир вокруг себя. И если ты его не будешь менять, он сам по себе не изменится. Эволюционировать может только в негативную историю, как и любой пруд декоративный, где плавают рыбы, он может эволюционировать только в болото. Вот из болота его можно вытащить, но только конкретными действиями, решениями. Там, аэрацией, да, и так далее. Вот, то же самое с городами. Они будут погибать, умирать, если ты не будешь ими заниматься, не возьмешь на себя вот эту смелость постараться хотя бы изменить. То есть я не знаю, получится у меня или нет, но я знаю, к какому городу я иду, к какому городу я веду свои решения. Я знаю, каким город должен быть через 15 лет, пока есть силы, будем идти. Но точно уяснил, что вот с учетом того, что происходит в нашем городе, то, что происходит в других городах мира, оценить эффективность и правильность решений смогут только потомки. А на какие города лично ты ориентируешься? Самым вдохновляющим для меня примером является Мельбурн. Это тот город, который 15 лет назад никто не знал, и он не был в списках топовых. Но просто в один прекрасный момент мэр собрал команду и сказал, ребята, я хочу, чтобы наш город стал лучшим, чтобы наш город приводили в пример, что мне для этого нужно сделать. И, соответственно, команда урбанистов и специалистов, архитекторов выработала план действий, по которому они идут до сих пор. И сейчас у них план не то, чтобы сделать, не стать комфортным городом, а отстоять свою позицию в топ-3. И они это делают, они четко понимают, к чему они шли, через какие проблемы им пришлось пройти. И вот их кейс, на мой взгляд, является самым эталоном для меня. Очень часто в России, если в городах что-то хорошее происходит, то это связано с как раз какими-то персонами, которые двигают это дело. То есть люди, которым это надо. И когда они уходят, все, собственно, схлапывается и прекращается. Вот как от точечных решений, которые двигаются одним человеком, перейти к системным решениям? Ну вот, опять-таки, анализируя весь опыт работы в других городах, я пришел к тому, что можно, конечно же, решение принимать политически. То есть просто пойти, пожаловаться к мэру и сказать, Сергей Асланович, я хотел сделать велодорожки, меня тут все обижают. Люди не хотят, ГИБДД против, позвоните кому надо. Всегда бы произошло такое. Вот за год работы, когда я работал, я ни разу к мэру с таким вопросом не обращался. То есть, да, видел сопротивление сначала на уровне муниципалитета, отрабатывал с ними, с ГИБДД мы проводили рабочие группы. Все для того, чтобы это работало системно. Независимо от того, являюсь я руководителем, или ушел, или уехал, или переехал, чтобы это все продолжало работать. А работать надо будет еще и тогда, когда ты работаешь с вовлечением населения и с вовлечением детей. Потому что вот сегодня в городах идет битва за человеческий капитал, и люди едут туда, где можно самореализоваться. И мое убеждение, что необходимо создавать условия для самореализации детей, чтобы дети с раннего возраста видели, что они полезны городу, что те идеи, которые у них могут возникнуть, город их может увидеть и применить. И вот мы совместно с нашим местным панториумом, площадкой по дополнительному образованию для детей, проводили несколько хакатонов и рабочих таких мероприятий, игр по развитию велосипедной инфраструктуры. Дети разрабатывали виллопарковки на День детей, мы сейчас их планируем будем выставлять. Они разрабатывали парклеты в городе, то есть мы ведем работу по минимизации парковочного пространства в городе, по добавлению озеленения. И вот мы в этом году установим первые легальные парклеты в городе, которые, думаю, тоже станут очень интересным кейсом для страны. И здесь важно, чтобы дети увидели, что не просто они делают что-то в городе, вернее, даже для себя, а делают то, что в городе используется. И здесь через вовлечение детей, через вовлечение их родителей сформируется вот эта база и основа для эволюции, может быть, сознания и ценности в городе. И тогда все решения становятся уже системными, потому что на них будет запрос снизу, будет понимание внутри, и только так мы сможем сделать наши города лучше. А что насчет бизнеса? Вы их как-то увлекаете? То есть те же самые парклеты. В мире, как правило, их ставят напротив кафешек, чтобы увеличить их зону, то есть место летней веранды, но чтобы не загромождать путь для пешеходов. И это все делает как улицу эффективнее, бизнес развивается, налогов становится больше. Вы как-то это отрабатываете? Ну, я хочу сказать, что сейчас бизнес вовлекается еще и в вопрос безопасности. И вот увидев наши кейсы по установке столбиков, у меня уже было несколько писем и обращений учреждений и компаний о том, что они хотят возле своей организации повысить безопасность. То есть они видят, что с пешеходами там какие-то проблемы есть, да, машины как-то хаотично паркуются. И вот у нас есть улица, уже в этом году будет первая улица, которую мы совместно с бизнесом будем делать. То есть из модульных бордюров, озеленения мы просто поменяем улицу, пока к ней не пришел капитальный ремонт. Это как бы первое. Второе, по поводу парклетов, тут определенные тоже такие скрепы есть на этапе согласования. Да, мы понимаем, важно сейчас один парклет мы постараемся сделать рядом с кафешкой, увеличить, но тут очень много недовольства о том, что вы именно им даете какие-то приоритетные условия, нарушаете конкуренцию и так далее. Вот здесь вот очень много таких моментов. мы сейчас стараемся с точки зрения правового аспекта все это отработать, потому что, с одной стороны, наша задача сделать улицу комфортной, с другой стороны, не сформировать условия, что вот этот предприниматель является более приоритетным для нас. Почему мы парклет делаем именно возле этого кафе, а не вот возле другого? Здесь вот такие вот сложные еще моменты. Я боюсь, что после установки парклетов нас ждет опять волна проверок. А вот была еще история по установке велопарковок за счет бизнеса. Это пошло как-то? Бизнес заинтересован? Да, пошло на самом деле. И те парковки, которые мы поставили с бизнесом, у нас одно из главных условий было не убирать их на зиму. И бизнес их тоже расчищал, чистил, все это работает. Ваш климат не мешает велосипедизации? Наш климат... Я тоже всегда ездил по городам по-разному, говоря, что в нашем городе нельзя развивать велоинфраструктуру, потому что у нас там зима, снега и так далее. Вот мы хотим быть примером города того, что даже зимой велосипеды активно используются. И для этого у нас есть велосипедный агрегатор, который наглядно показывает и чиновникам, и жителям, и противникам, и скептикам о том, что десятки велосипедистов ежедневно даже в метель ездят по городу. И здесь уже является этим стимулом создать инфраструктуру для зимнего содержания велодорожек. Я всю зиму проездил сам на велосипеде, и для того, чтобы оценить, насколько это удобно и комфортно, на велосипеде зимой ездить удобнее, чем пешком. И быстрее, чем на машине. То есть в этом плане я вижу такой большой потенциал. Нужно просто создавать условия и стимулировать. Если год назад ровно у нас было 1-2-3 велосипедиста, и они выглядели как какими-то сумасшедшими в наших сугробах, потому что там по метру два сугроба на дорогах, то в этом году очень много детей, очень много женщин ездило на велосипеде всю зиму. Процесс пошел. Может быть, мы станем велосипедной столицей России зимней. Мне кажется, надо еще раз к вам слетать, когда все это уже будет работать. Я думаю, мы можем как раз зимой приезжать на велосипеды, как раз посмотрим, как у нас все это работает. Договорились. Спасибо. Спасибо. Что ж, надеюсь, вам было интересно и полезно. Вы не забудете поставить лайк под роликом, подписаться на канал и нажать на звоночек. Это все очень важно и полезно для вас. И, конечно же, хочется пожелать, чтобы в России было больше подобных примеров, чтобы как можно больше городоначальников доверяли вопросы безопасности специалистам, чтобы у людей были стимулы развиваться, идти вперед, и чтобы наши улицы просто были безопасными. Кстати, в описании под роликом будут ссылочки на мои прошлые ролики на тему безопасности. Например, как дизайном занимается в Москве, какие есть системные проблемы в работе с данными, например, и много всего другого. Загляните туда. И там же, кстати, ссылки на мои соцсети. И там, что самое важное, ссылка на канал Василия, где он подробно рассказывает о всех нововведениях. И что ж, будем ждать новостей из Южно-Сахалинска. Василий говорил, что скоро будет довольно много сюрпризов. А на этом все. Любите города. Увидимся в следующем ролике. Пока. Ура. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok